Итак, представляю бойцов. Какой есть? Спортсмен Сирилл. Его 23 года. Рост 180 см, вес 79 кг и 100 граммов. В его подлуженном списке 12 побед и 3 рождения из Беларуси. Максим Спановенко! Его соперник из Краснодара, его 21 год, рост 176 см, вес 70,7 кг. Рекорд 15 побед при 4 поражениях из города Грозный, Чеченская республика, Россия. Представляющий клуб Беркурт, Сэнтолан Канба-Канба! Представляющий клуб Беркурт, Сэнтолан Канба-Канба-Канба. Дорогие друзья, мы сейчас с вами будем четвертый поединок наблюдать сегодняшнего прекрасного вечера. Из Грозного, Колизей, ACB Беркурт под номером 17, кикбокс, Кейуан и Сэйфулах Хамбахадов, Россия. Розенский клуб Беркурт против Максима Спыдаренко, Белоруссия. Знаете, Сэйфулаха не так давно уже комментировал вместе со своим коллегой Дмитрием Бобцовым. И этот прекрасный спортсмен себя очень ярко проявил на Татнефте в 1-8 финала, пробравшись в следующий этап. И причем выиграл он очень серьезного бойца из Беларуси, с клуба Ченок. И выиграл красиво, ярко, левша Сэйфулах. Посмотрите, насколько выверенно работает. Отточенные действия с обеих стоек работают. Причем под разными углами наносит удары, собран. В защите все прекрасно у этого парня. Боксерская есть основа, очень качественная. Великолепные ноги, колени. Также мы, я уверен, увидим в уходе этого поединка. Поэтому Максиму Спыдаренко уж точно сегодня не будет легко. Сэйфулах, как мне кажется, это, может быть, по-настоящему будет боец с мировым именем в Кей-1 на этот весовой дивизион. А это наполнил он, дорогие друзья, 70 килограмм. Кстати, можно сказать, что Сэйфулах на официальном движении весил 70 килограмм 700 грамм. А его соперник из Белоруссии, Максим Спыдаренко, 71 килограмм 100 грамм. Соответственно, на 1 килограмм Максим был тяжелее. Что, вы знаете, на высоком уровне бойцов, конечно же, может сказаться. Не знаю, здесь каким образом этот нюанс мы увидим с вами или так и не заметим. Но когда идут равные позиции у двух спортсменов, которые будут связаться в клетке или в ринге, в разных видах единоборств, конечно, вот эти даже 500 грамм, полкилограмма будет иметь в том числе определенное значение. Кстати, рефери в ринге Шамиль Бацагов, прекрасный очень рефери, который, смотрите сейчас, что делает Сэйфулах. Хотел почему-то оседлать Максима Спыдаренко, тем самым показав, видимо, что он доминирует в этом бою. Конечно, это не особо красивое действие, как минимум, но... В пылу и в жару, в эмоциональной поры нужно определенному вызову побесить, хотя, конечно, стараться нужно этого не делать. Психологическое давление, так же, понимаем, Сэйфулах, первый раунд. Он провел, по-моему, в своей такой прекрасной манере, техничную. А вот Максим Баларенко, кстати, его сейчас собирают в какую-то Дмитрию. Это заслуженный тренер, заслуженный, по-моему, заслуженный мастер спорта в Беларуси. Тренер, не знаю, по-моему, еще не выполнил, но то, что он является заслуженным мастером спорта в Беларуси, это уж точно, это самый титулованный спортсмен из Беларуси. 15-кратный чемпион мира в различных версиях, видах и наборах. От тайского бокса, заканчивая кикбоксом, он делал K1. Он также был, мы знаем, чемпионом Мид Шоу Тайм. Это прекраснейший боец, кстати, в свое время мне доводилось с ним общаться и сотрудничать. Делал я, как раз, Митрию Шакуте бой в Ростове против своего бойца Сулеймана Магомедова. И занял чемпиона мира. И тогда, как раз, в пятераундном поединке Сулейман немного был лучше Дмитрия Шакута и одержал победу, забрав пояс себе. Дмитрий, конечно, прекрасный человек, очень воспитанный, достойный. И при этом, конечно, боец он был просто на заглядение. Причем, который, знаете, дорогие друзья, чем было известно? С 57 или, по-моему, с 54 килограмм, выигрывая серьезнейшие титулы, поднялся до даже 86. Вы можете себе это представить? Игрался на первой тяжелой весовой дивизион. Это, конечно, что-то невероятно. Возвращаясь к этому поединку, второй раунд идет тем временем. Сейфулах меняет стойки. Ивлешуев, правшу. Ничем нравится Сейфулах. Это, конечно, парень действительно думает о том, что, прежде всего, он уже себя защищает. Он практически не пропускает чистых ударов, очень грамотно перекрывается, чаще всего в глухой защите. Так, вы знаете, складывается таким образом, чтобы не принять на себя жесткий тоннаж того или иного удара. И при этом точно не пропускает. И очень быстрый, скоростной, особенно на контрдействиях, на так называемых ответных действиях. Да и в атаке, в том числе, он может любого удивить. И, кстати, как он все видит и контролирует. И щит ставит вовремя, и колено отправляет туда, куда нужно. Оба стулы сейчас Максим пропустил. И с рук бьет. Ну, очень, на самом деле, по потенциалу. Я думаю, что Сейфулах сейчас один из самых ярких бойцов России в этом весовом дивизионе в разделе К1. Вот еще раз переводит сейчас Сейфулах через верхний уровень на нижний. И очень жестким лоу-киком, посмотрите, постоянно убивает ногу Максиму. И сейчас переводит лоу уже на другую ногу. Очень разнообразная работа по нижнему этажу Сейфулах. При том, что он невысокого роста даже для этого весового дивизиона. Но колени, так или иначе, не просто выпускает и имеет его в своем арсенале, но и очень эффективно ими действует. Все в защиту. Все действия Максима, Сударенко в защиту, на самом деле. Нет точных практически попаданий. За совсем маленьким и редким исключением. Один, два, три удара максимум залетели. Но в Сейфулах, конечно, более выверенно работает. И, что характерно, по всем этажам. В подобных боях их мы знаем с вами три. Нижний, средний и верхний уровень. Здесь все в защиту мы видим с вами на слоу-мошене, в замедленном повторе. По большому счету, сейчас Сейфулаху, как я понимаю, не составляет какого-либо явного труда вести этот поединок. И все он контролирует, все увидит. Сейчас мы видели рекомендации как раз тренера Сейфулаха. По-другому это, по сути, надо подраться с рук. Зайти в свою дистанцию. Кстати, дальше по файт-карте мы увидим еще одного ученика Дмитрия Шакута. Это уже супертяжелый весовой дивизион будет. О нем поговорим выше. Шамиль Басагов как раз делает устное предупреждение Максиму. Лоу-кик точный с задней ноги Сейфулаха. Очень разнообразный, конечно, Сейфулах. И я восхищаюсь его защитными маневрами. Просто потрясающе. Настолько грамотно работает. Успевает ставить и щиты, и блоки, и глухая защита, так называемая. Все время у него функциональ. Все видит при этом, все чувствует. Потрясающе. Смотрите, какие амплитудные колени, потому что он не высокого роста. В том числе и в сравнении с Максимом. Сейчас пропустил удар справа. Может быть, один из немногих. И в ответ реваншировал слева. Еще раз пропускает справа. А здесь более жестко попадает Максим. Правый снизу уже. Еще раз право с акцентом. Начинает Максим первым номером уже давить. Сейчас чуть-чуть спортовал как раз Сейфулах Амбахадов. Все эти удары тоже были в защиту. Сейчас жестко постарался перейти на нижний уровень лоу-киком. Классный бой мы с вами увидим, дорогие друзья. Действительно высоченный уровень поединка. Оба показывают прекрасную технику. Но мне, конечно, очень нравится Сейфулах Амбахадов. Я не скрываю своего здесь. Здесь я не могу сказать, что прям болею. Но мне этот боец поистине симпатичен как спортсмен. Насколько он талантлив, обучен. И еще, как я думаю, есть возможность этому парню двигаться вперед. Развивать свои знания. Быть еще разностороннее. Прекрасно. Как он меняет ход поединка. Он увидел, что здесь что-то пытается сейчас придумать Максим. И сразу же начинает усложнять для него работу. Используя уже удары те, которые он придержал в своем загашничке. И начал закладывать левый хайкик повторно. Пампет переводит нижний уровень и тут же отвечает. Вот здесь снизу поднимает красиво через левую руку. Сейфулах. Максим заряжен через правый прямой. На левую хайкик все в щит и в защиту. Да, супер. Супер бой. Я думаю, что... Многие промоушены... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok